МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кроме того, свои вопросы вы можете оставлять в официальном аккаунте нашего телеканала в соцсети Инстаграм и на сайте нашего телеканала www.lrt.tv в разделе «Прямой эфир». Сегодня глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий расскажет о том, как округ подготовился к новому учебному году. Также мы поговорим о благоустройстве и ремонте дорог. Это и многое другое обсудим сегодня в прямом эфире. Присоединяйтесь. Здравствуйте, Владимир Петрович. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, все, кто нас сегодня слышит, видит, поэтому я рад быть в студии. Поговорим? Поговорим. Владимир Петрович, мы встречаемся в первые дни нового учебного года. Большинство ребят-учеников уже, конечно, пришли в свои старые любимые школы, но все мы знаем, что в округе есть одна очень хорошая традиция. Это каждый год открывать новые школы. И 2019 год не стал исключением. В микрорайоне «Самолет» открылось новое образовательное учреждение. И это лицей, инженерно-технологический лицей. Вот расскажите, пожалуйста, в чем же его исключительность? Чем он отличается от школы? Ну, видите, я начну с того, что Люберецкое образование, оно достаточно сильное на просторах Московской области, я бы даже сказал, всей России, потому что у нас традиции учительства, традиции в образовании, они очень мощные. Наше образование дало многим таким, я бы сказал, в том числе выдающимся людям путевку в жизнь. И многие получили образование в Люберцах, в наших поселках. Эти традиции продолжаются. И я сегодня хотел бы сказать всем нашим учителям, всему учительству огромное спасибо за тот труд, который они каждый день делают. И, конечно, с наступившим днем знаний, потому что этот праздник был, и все его отмечали, мы все к этому имеем какое-то отношение, потому что мы все были школьниками. Это наш праздник, у всех есть дети, внуки, ну, а учителя, понятно, что это их праздник. И, конечно, мы всегда стремимся подготовить именно наше учебное учреждение к очередному учебному году. Этот год был не исключением, мы этим занимались, это отдельная тема, мы там говорили, писали. Кто за нами смотрит, мы это постоянно выкладываем в социальных сетях, и кто даже ревностно к нам относится, они видят, какие изменения происходят на просторах Люберец с точки зрения образования. Ну, а то, что Люберец ближнее Подмосковье, по сути, Люберец это Москва, потому что отъедете от Москвы за километров 200-300, и никто вам не скажет, что Люберец это не Москва. Люберец это Москва. Все, кто приезжают либо работать, либо покупают жилье, для них Люберец это Москва. И новый микрорайон, микрорайон мы назвали его «Самолет», не мы назвали, а жители, у нас было голосование, жители сами определили название этому микрорайону. И вот мы сдали очередную школу, мы ее назвали номер 29, и это не просто школа, а инженерно-технологический лицей. Я оцениваю, что он на сегодняшний день с точки зрения, ну, скажем, обустройства, с точки зрения укомплектованности, всем необходимый, как некая инженерная школа, она, ну, реально, она сегодня одна из лучших у нас и в районе, и в городе, и я оцениваю, и на просторах Московской области. Потому что, я оцениваю, там собран достаточно, ну, педагогический коллектив, хотя ему предстоит еще становление, микрорайон развивается, школа рассчитана на 1100 человек, там сегодня детишек по 794 человека. Это почти под ту емкость, к которой школа стремится. И суть в том, что она носит название инженерно-технологический лицей, это что значит? Что ребята будут получать знания по профилю инженерно-технологическому, физико-математическому, социально-экономические программы, достаточно будут тоже развиты в этом лицее. И что важно, ребята будут заниматься, помимо того, что есть учебные часы, будет большая программа по внеурочному образованию, и, значит, именно учащиеся будут получать такие навыки и будут познавать все, что связано с компьютерной техникой, все, что связано с программированием, все, что связано с программированием в 3D, это все, скажем, ребята будут этому обучаться. Но более того, сегодня идет такая как бы тотальное, скажем, обучение робототехники, и это всех на слуху, в том числе там будет специализация с точки зрения обучения и создания, и в том числе научно-исследовательской будут работы с точки зрения робототехники. То есть это такая обширная программа, и ребята после окончания школы, они будут получать не только аттестат в среднем образовании, но будут получать и диплом, диплом, который будет говорить о том, что ребята имеют профессию с точки зрения компьютерной техники, с точки зрения моделирования 3D, с точки зрения всевозможных программных продуктов, то есть ребята будут иметь диплом, по которому они смогут уже устроиться и работать. А кто захочет, может поступать, значит, будет прямой контакт с Гагаринским техникумом. Более того, я думаю, им это сделаем, чтобы именно этот лицей, были подписаны соглашения, у нас таких ряд школ есть, я оцениваю, что это и физтех, и МВТ у имени Баумана, чтобы ребята, те, кто хотят, есть способности, они могли продолжить обучение в вузах. То есть у нас все для этого есть. Я оцениваю, там достаточно продвинутый директор школы такой, Игнатьев Александрович, он у нас руководил техношколой, потом был директором 6-й школы. Он увлечен, все, что касается инженерных наук, это и компьютерная техника, и 3D-моделирование, и всевозможный программный продукт, он в этом продвинут. И мы как бы искали такого человека, кто может подобные лица и возглавить. Сегодня этот человек возглавит этот лицей, я надеюсь, что на самом деле у нас и все шансы, потому что материальная база, я оцениваю, мощная. Я всех желающих, мы можем провести экскурсию по данному учебному учреждению, по данному лицею, это просторные классы. Я вам скажу, там столовая на 520 мест, конференц-зал на 750 мест, и он напоминает это как в хорошем доме культуры или в хорошем театре, такой зал с удобными креслами, такой хорошей площадкой, где ребята могут проводить и всевозможные мероприятия в виде концертов, ну это же школьники, старшеклассники, дискотеки. То есть насколько, ну я же говорил, три спортзала, гимнастический зал, то есть это я говорю о том, что о базе, которая реально в этой школе достаточно мощная. Ну что ж, в добрый путь и самому лицею, и всем ребятам, которые туда пришли сейчас в этом году, о том, как же проходило торжественное открытие инженерно-технологического лицея, я предлагаю посмотреть сюжет, а далее вернемся в студию и продолжим диалог. Хорошо, спасибо, давайте посмотрим. Главные герои праздника первоклашки в новый лицей пошли 198 ребят, а это целых 7 первых классов. Инженерно-техническое направление привлекает не только тех, кто живет в микрорайоне. Родители Анастасии готовы ежедневно ездить из Марусина, все ради хорошего образования дочери. В первую очередь, наверное, потому что, ну, наверное, она новая, ну, и много отзывов было наслышано, ну, как-то вот, посвящаясь с семьей, выбрали единственное лучшее. Я помню, там, свое обучение, ну, то есть, можно сравнить, это, как говорится, земля и небо. Новый современный лицей рассчитан на 1100 учащихся. Сегодня за парты сели 894 ученика. Их обучат по одному из трех направлений. Инженерно-техническому, физико-математическому или социально-экономическому. За счет неурочной деятельности мы проводим дополнительные технические дисциплины. Информатика с первого класса у детей. В восьмом классе появляются основы журналистики, компьютерная графика, дизайн. С десятого класса начинаются основы интернет-предпринимательства. Инженерно-технологический лицей. Это 24 тысячи квадратных метров, оснащенных по последним требованиям. Это даст ученикам больше практики. Оборудованные лабораторией химии, физики, технологии и информатики. Все, что нужно для углубленного изучения предметов. В лицее продумали все и для внеурочного времени. В просторной столовой одновременно могут пообедать 520 человек. Пять спортзалов, в числе которых класс хореографии и тренажерный зал. Актовый зал такой единственный в округе, вмещает 800 зрителей. Ну а самое главное, что практически все педагоги прошли достаточно серьезный отбор. И в этом направлении кафедры работают для того, чтобы соответствовать своей профессиональной подготовке. В День знаний на торжественной линейке состоялась церемония открытия и праздничный концерт. Напутственные слова ребятам и педагогам сказали почетные гости. А руководитель компании-застройщика уверил жителей, что на этом развитие микрорайона не заканчивается. В следующем году откроется такая же огромная школа на 1100 мест. Владимир Петрович, ну учитывая то, что мы все-таки не останавливаемся на достигнутом, и мы прекрасно понимаем, что население округа растет и будет расти, и детей будет становиться больше. И вот уже имеющихся школ и детских садов их просто может не хватить в ближайшем будущем. Есть ли какие-то планы у администрации по строительству новых школ, новых детских садов? Ну, я думаю, все же замечают и заметили, и это видно, территория очень активно развивается. В силу разных причин. Можно критиковать, можно не критиковать, но суть в том, что активно развивается Ближняя Подмосковья, не только Люберцы. И суть в том, что вот сколько я работаю и мои коллеги, и сегодня эта тема, она находится под жесткими контролями губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, если мы ведем новую застройку, то обязательно соблюдаются все нормативы. Это что касается детских садов, что касается школ, все, что связано с медициной, все согласно нормативам. И суть в том, что, я не хочу сказать, об этом много раз мы говорили, что, наверное, мы один из немногих муниципалитетов, особенно Ближнего Подмосковья, где на протяжении всего периода развития территории у нас всегда соблюдались нормы с точки зрения сады, школы, поликлиники. И у нас уже на протяжении, не знаю, последних пяти лет нас точно нет очередей в детской садике свыше трех лет. У нас есть очередя в ясельные группы, и мы ставим задачу в ближайшие два года с этой задачей тоже справиться. Вот я сейчас по памяти скажу, у нас сегодня учащихся более 34 тысяч, в детской садике более 17 тысяч. Вот мы, значит, в этом году в первый класс пошло 4 460 человек. Это много, это порядка 4, больше на 420 человек, чем в прошлом году. Вот уже было сказано в эфире, что только одних первоклашек в этой школе, в новой школе, 7 классов. Потому что территория развивается, как правило, молодые семьи приобретают жилье, и понятно, у них маленькие дети, нужен садик, нужна школа, и заполняемость происходит очень быстро, даже, я бы сказал, мгновенно. Поэтому мы ставим задачу, чтобы все как бы развивалось. Мы сегодня выполняем некую задачу, которую поставил президент Российской Федерации, значит, Путин. Перед нами задачу ставит губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Суть в том, что мы должны уйти от второй смены. У нас сегодня во вторую смену учится где-то порядка 800 человек. Много это или мало? Это не много, это чуть более 2% от всех обучающихся, но мы ставим задачу в течение ближайших 2-3 лет тоже уйти от второй смены. Каким образом? Помимо того, что мы строим новые школы, у нас есть программа по ликвидации вторых смен. И мы уже сегодня, у нас исполнены проекты, и мы уже приступили к строительству. Это в Малаховке, кто знает, это в районе, значит, была такая школа «Сказка», это недалеко от, значит, полиции Малаховского отделения. Есть проект, он согласован, проведены аукционные процедуры, застройщик вышел на площадку. У нас есть кадетская школа, пока нет второй смены, но мы прогнозируем, что она там может быть. И мы сделали проект, потому что гарнизон, ну, как в народе говорят, гарнизон, он активно развивается, и там будет пристройка на 200 мест, в Малаховке там на 250, в гарнизоне будет на 200 мест. Тоже аукционные процедуры проведены, и тоже в виде застройщик. У нас есть, значит, проблемы второй смены Марусина. И сегодня проект выходит из экспертизы, мы отыгрываем аукцию, значит, вот эти процедуры аукционные, и планируем в следующем году приступить к строительству пристройки на 450 мест. Вот эти, как бы, скажем, вопросы, они позволят в перспективе снять. У нас есть очень, я бы сказал, такие тонкие места. Это у Красково и поселки Октябрьский. И мы сегодня отрабатываем вместе с правительством Московской области, мы сегодня определили земельные участки, мы сегодня их откадестрировали, мы их, по сути, как бы, по договоренности, целая есть процедура, она сложная. Мы изымаем, скажем, или оформляем часть лесных угодий, это которые граничат с поселком Октябрьский и с поселком Красково. Там и там мы планируем построить школы на 1100 мест. И я думаю, что в Красково мы приступим, мы же, по сути, приступили. Сегодня будущий застройщик, он же инвестор, который застревает новое Красково. Значит, сегодня делается проект. Я думаю, что к концу года проект должен пройти экспертизу. И я думаю, что где-то в начале следующего года мы начнем строительство школы в Красково. И школа в Красково будет построена в 2021 году. И мы вопросы, связанные со второй сменой в Красково, тоже решим. Поселок Октябрьский самый сложный с точки зрения количества мест в школах. В силу разных причин я не буду углубляться. Я думаю, что жители Октябрьского знают, какие там есть проблемы. Там есть две школы, 53-я, 54-я. Они, по сути, переполнены. И у нас тоже сегодня определено. Мы сегодня, этот вопрос заложен в программу Московской области. И я надеюсь, в следующем году мы тоже приступим к строительству школы поселок Октябрьский. Она тоже возникнет в 2021 году. Поэтому вот на просторах есть такое развитие, где мы эти вопросы решаем. Ну, коснусь чуточку детских садиков, мы уже в этом году сдали два детских садика. До конца года мы сдадим еще три. И в каждом детском садике у нас создаются ясельные группы. И мы потихоньку этот узел, который связан с очередностью именно в ясли, тоже, я думаю, в ближайшие 2-3 года тоже решим. Потому что у нас ежегодно, я скажу так, есть у нас прогноз, тоже ежегодно, от 3 до 5 садиков мы будем вводить. Это и в новостройки, как правило, ну и где есть возможность что-то пристроить, мы эти тоже будем заниматься. Спасибо, Владимир Петрович. Наш прямой эфир продолжает телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Ольга. Я являюсь жителем города Люберц, своя многодетной мамой. Мы с семьей очень часто посещаем парк на наших прудах. Владимир Петрович, конечно, хотела бы выразить свою благодарность за Ваше развитие парка, потому что в последнее время он стал поистине таким приятным местом для себя в отдыхе. Вы вот недавно говорили о том, что планируется установка колеса обозрения. И я, и дети в особенности. Мы очень ждем этот аттракцион. Их у вас уточнить. Когда он будет установлен? Ну, данный вопрос мы привлекаем, будем говорить, инвестора. Это, по сути, это частный предприниматель. Поэтому, ну, я, по крайней мере, мы ставим задачу, ставили задачу, чтобы аттракцион этот появился, ну, вот, к осени. Он должен был появиться, да, в силу разных причин. Есть некие, будем говорить, сдвижки. Но я надеюсь, в ближайшее время должен появиться, потому что, ну, по крайней мере, такая договоренность есть. И мы пошли навстречу, будем, вот, частному предпринимателю. Мы ряд вопросов решали, вот, для, скажем, для этого предпринимателя. Поэтому, ну, повторяю, я хотел и искренне, чтобы он появился огнем города. Ну, немножко, скажем, пробуксовка. Я надеюсь, что в ближайшее время он появится. Хорошо, напоминаю, это программа «Диалог с главой». Мы в прямом эфире, и сегодня вы, уважаемые телезрители, можете задавать свои вопросы по телефону нашей студии 8-498-642-19-52 и 8-498-642-19-50. Кроме того, свои вопросы можете оставлять в официальном аккаунте нашего телеканала в соцсети Instagram и на сайте нашего телеканала www.lr.tv в разделе «Прямой эфир». Владимир Петрович, вот начало осени – это время, когда, конечно, уместно подводить итоги работ по благоустройству. И сейчас я предлагаю продолжить так называемую детскую тему и поговорить об установке детских и спортивных площадок в рамках программы по комплексному благоустройству дворовых территорий. Вот сколько таких площадок удалось открыть нынешним летом, сколько еще откроют, и вообще, чем они могут заинтересовать юных жителей? Ну, я думаю, что, опять же, наши жители, наблюдая и видят, что происходит в наших дворах, и мы этой темой занимаемся очень плотно. Мы всегда этим вопросом занимались. Особенно этот вопрос получил такую динамику с приходом губернатора Воробьева Андрея Юрьевича. И есть задачи, которые ставит он перед нами, перед главами, перед правительством. Значит, в год должно обновляться, обустраиваться не менее 10% дворов. Мы в свое время... У нас территория небольшая, но количество дворов у нас самое большое в Московской области. Мы пошли по пути не укрупнения дворов и территорий, а максимально, чтобы было комфортно, чтобы несколько домов имели как-то, если есть общий двор, и этот двор был обустроен. Даже бы детская площадка, спортивная площадка, какие-то дорожки, какие-то, если есть возможность, какие-то возможности, скверики и так далее. Значит, я уже не говорю про тротуар и про асфальт. И у нас где-то порядка 600, по-моему, 62 двора. То есть мы ежегодно обустроим не менее 68 дворов. Этот год не исключение. Мы обустроили 68 дворов. Это комплексное обустройство. Что оно по собой понимает? Это детская площадка, спортивная площадка, это освещение. Это, конечно же, какая-то территория, площадка для расстановки контейнеров, для сбора отходов бытовых. Это освещение, это, конечно, тротуар, это озеленение. Ну и обязательно в каждом дворе должны быть какие-то, будем говорить, щиты, где записано, прописано, какая управляющая компания, кому позвонить, кто директор и так далее. Ну, по крайней мере, какая-то такая полезная информация. Вот в этом году мы обустроили 68 дворов. Значит, это 65 детских площадок мы поставили. И 52 спортивные площадки. И сегодня все эти работы выполнены. Везде, повсеместно эти работы выполнены. Мы с этой задачей справились до 1 сентября. Сегодня идет просто оформление детских площадок. Это такая уже бумажная работа. Если хотите, бюрократическая. Не все это любят, бумажную работу. Легче сделать физически. И у нас все компании, которые этим занимались, подрядчики, им достаточно легче, скажем, что-то сделать в бетоне, в асфальте и так далее. И бумаги потом отчитываться сложнее. Но эта работа тоже нужна, и мы ее сейчас делаем. Везде и всюду говорю, что спорт начинается, или большой спорт начинается во дворе. И мы ставим задачу, чтобы люди, желающие, кто хочет заниматься, могли у дома на свежем воздухе заниматься спортом, гимнастикой. И для всех возрастных групп. Есть и тренажеры. И я думаю, что жители заметили, какие изменения произошли в последние годы. Более того, я сегодня с утра был в поселке Октябрьский. Там жители подходят, потому что, ну, если, скажем так, в чем-то, скажем, жители любят, я извиняюсь за какие-то слова, в чем-то избалованы. Потому что есть детские площадки, какие-то тротуары, какое-то освещение. Ну, на каком-то уровне тоже хорошим, я оцениваю. Это жители Томилина. В поселке Октябрьский немножечко все было, ну, не так и по статочному принципу. И на сегодняшний день там такой рывок мощнейший. Это и тротуары, это дороги, это детские площадки, это освещение. Вот мы сегодня открыли там хоккейную коробку, там стадион. Ну, стадион я оцениваю, он как такое, как стадион, травяное, трава на стадионе, травяное покрытие. Ну, он соответствует всем стандартам, что можно проводить чемпионаты мира на этом футбольном поле. Ребята этим гордятся, они ухаживают. Там есть такое ядро спортивное, хорошее в Октябрьском, такие энтузиасты. То есть вот в Октябрьском, вот мы стали городским округом, и там движение такое мощное. И там люди видят, ощущают, что реально стало лучше. Это заметно, потому что мы когда замечаем, ну, как бы, хорошо и хорошо, значит. Ну, и как-то чуть-чуть лучше, и не замечаем. А в Октябрьском видно, видны вот эти улучшения. Они просто видны было 2-3 года назад, и сегодня это две большие разницы. И еще об улучшениях. В день российского флага всем жителям округа был преподнесен подарок. В Центральном парке культуры и отдыха открыли светомузыкальный фонтан. Это действительно было яркое и радостное событие, и приятно еще раз пережить эти мгновения. Я предлагаю посмотреть сюжет и вспомнить, как же все прошло. Хорошо. 16 метров в диаметре, высота струй 15 метров. Индивидуальный дизайн. Внутри атом, выполненный из пяти водных контуров и 17 отсекателей. Светодинамический фонтан, такой единственный в Подмосковье. Вместе с главным украшением парка люберчанам преподнесли и музыкальный подарок. Их так любишь ты, эти белые цветы. Я люблю тебя на слез. Певец поздравил люберчан и гостей округа с долгожданным событием. И прежде чем фонтан забил водным фейерверком, народный артист России Александр Серов исполнил свои лучшие композиции и полюбившиеся поклонникам песни. Совместно с главой фонтан запустила семья Чернявских. Мама Кристина. Победительница конкурса «Мамочка-люберчаночка-2019». Два, один, пульс! Светодинамический фонтан оборудован по последнему слову техники. Оснащен в том числе системой GSM-оповещения о затоплении и камерами видеонаблюдения. Объект стал шикарным подарком люберчанам ко дню российского триколора. Я, конечно, видела, но я очень рада, что у нас в люберцах это будет. Конечно, сейчас шикарно. Наконец, новые красивые фонтаны. Мы так долго тоже ждали. Просто невероятно. Наконец, есть место красивое, где можно будет посидеть, отдохнуть, конечно. Замечательно, потрясающе. Я думаю, что все наши либерчане будут в восторге от такого прекрасного места. Фонтан полностью автоматизирован. Питают его 12 водных насосов. Возведение главного украшения Центрального парка усложнили масштабные подземные работы. Поскольку здесь участок очень насыщен коммуникациями, пришлось переносить газ высокого давления. Это заняло у нас порядка четырех месяцев. Непосредственно к работам по стройке фонтана мы приступили в мае, сразу после праздников. Репертуар музыкального фонтана – это 12 мировых и российских хитов. 144 светильника настроены так, чтобы объект был виден отовсюду. Оценить всю его красоту можно в темное время суток. Анна Троян, Алексей Андреев, Валерий Абсалямов и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Ну, действительно, фонтан, конечно, по-своему прекрасен. И хочется побольше узнать подробностей относительно этого новшества в Центральном парке. И прежде чем мы это сделаем, я предлагаю заслушать звонок одного из наших телезрителей. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. – Добрый вечер. Меня зовут Шифаростова Ольга. Я проживаю в птицефабрике, дом 2, квартира 14. Владимир Петрович, я была на встрече 31 июля, на встрече с жителем. Мне удалось задать вам вопрос, то есть озвучить свою проблему по поводу ремонта кровли, так как у нас протекает крыша, и ремонта балкона, управляющей компанией «Авангард». Ну, смотрите, значит, на сегодняшний момент такая ситуация. В течение месяца, в текущем режиме якобы происходили какие-то работы, сегодня я получила письмо от управляющих компаний «Авангард», что работы полностью закончены и произведены. Сегодня мы поднимались на крышу, смотрели, каким качеством и что сделала управляющая компания «Авангард». В результате наша крыша вся в дырах, видны как бы следы от того, как вчистили крышу дырок. И в итоге тот участок кровли, который нужно было отремонтировать над моей квартирой, так и не отремонтирован. Балкон точно так же, наверное, разобран и не сделан. У меня к вам вопрос, Владимир Петрович, как будет наказана управляющая компания «Авангард» в виде тем, что она не справляет со своими должностными полномочиями? Это первый вопрос. И второе, когда все-таки будет произведен над ближайшим качеством ремонт, и кто его будет все-таки делать? Спасибо, Ольга. Хорошо, Ольга. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, давайте так договоримся, я дам после эфира поручение своим коллегам проверить. Там у нас начальник территориального управления Мушанов Геннадий Александрович. Его попрошу, чтобы он лично с руководителем управляющей компании поднялся на эту крышу. Желательно, чтобы вы тоже были рядышком. Я попрошу, чтобы с вами как-то скоординировали эти действия и по времени, чтобы вам тоже было удобно посмотреть, определиться, составить какой-то план, какие сроки можно сделать. Понятно, что управляющая компания, она несет ответственность за текущую эксплуатацию жилья. Есть перечень капитального ремонта. Надо посмотреть, что с домом происходит и какие вопросы можно решить в плане ремонта капитального этого дома. Тоже эта тема присутствует. Вот я сейчас не буду забирать время в эфире. Эта тема, понятно, и моя, и руководителя территориального управления Мушанова, и, конечно же, управляющей компанией. Значит, я думаю, вы свои координаты оставили. Мы на вас выйдем. Я постараюсь в ближайшие дни, потому что я так говорю своим коллегам, сегодня сентябрь месяц, а завтра уже ноябрь и зима. Поэтому у нас нет времени на раскачку. И те вопросы, которые мы должны решать сейчас в плане подготовки к зиме, их надо решать сейчас. Иначе времени просто нет. Поэтому мы этим вопросом займемся. Спасибо. Спасибо большое. Владимир Петрович, предлагаю вернуться к нашему сюжету, который мы видели, об открытии фонтана. Скажите, пожалуйста, как вообще возникла идея открыть этот фонтан? Ну, я скажу, идея фонтана, она такая имеет, скажем, свою историю. И мы когда приступали к благоустройству парка, мы этим, как бы, не то же, что же, не на сколько мы занялись благоустройством, значит, и реконструкцией центрального парка. Кто помнит этот парк, там, не знаю, там, 13-го, 15-го годов? Это как бы парк, это было название, потому что он и неухоженный, и мест для прогулок просто не было. Ну, так вот, скажем так, деревенский парк, он небольшой, и его надо было оккультурить. И время, как бы, ушло, потому что сегодня на дворе уже 21-й век. У нас есть, в том числе, программа губернатора парка, парки Подмосковья, и мы, не кто же присутствует, и присутствуем. В том числе, когда изменился Наташинский парк, а мы первым, что обустроили на просторах Люберецкого края, это был Наташинский парк. Мы там и пруды почистили, и много чего сделали, хотя это был, там, 13-й год, уже сегодня 19-е время уходит, и понятно, что там, на Наташинский парк, там бывают хорошие такие летние дни, погожие, солнышко, там такое чувство, что собирается вся округа, потому что там, я скажу, пройти прилично, тоже сложно. И, конечно, люди задавали вопрос, а что же у нас центральный парк, и так. Поэтому мы занялись проектом и думали, на том месте, где есть фонтан, поставить фонтан. Выяснилось в процессе, я все время думал, такая была полоса, которая пронизывала парк, и там не было деревьев. А там, оказывается, залегал и залегает газопровод, диаметр 300, высокого давления. Значит, это такая уже сложная, будем говорить, техническая ситуация. У нас есть охранная зона газопроводов, и типа нельзя. И я как бы попробовал по разным инстанциям как-то согласовать. Ну, везде нельзя, нельзя, и охранная зона, и нельзя. И мы как-то с этой темой немножко зависли. Максимально, что смогли сделать, парк обустроили, дорожки проложили, освещение. И не хватало фонтана. Значит, в августе прошлого месяца к нам приехал с такой рабочей поездкой губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Мы по парку прошлись. Ну, понятно, что он человек, я оцениваю, креативный и с таким же сегодня мощным опытом. И область интенсивно развивается. И ряд территорий, понятно, парки обустроили, где-то фонтаны появились. И он говорит, ну, я ему рассказал эту историю, что хотели фонтан, но там есть газ, вынести его и так далее. Ну, и как мы поговорили, значит, он дал, соответственно, распоряжение. Ну, я вам скажу, иметь дело с газовиками всегда сложно, потому что это Мособлгаз, межрегионгаз, везде согласование, тем более газ высокого давления. Я не буду тут все тонкости рассказывать. Мы прошли некие такие процедуры, скажу так, не, скажем, для не очень слабых людей. Но мы эту тему как бы продавили, потому что была и установка губернатора. Нам прошел навстречу Мособлгаз, но есть еще ряд других структур, где надо было согласовать. То есть мы потратили на согласование где-то, ну, по сути, почти полгода, хотя везде были как бы команды. Но кто немножечко имел дело с газовиками, вы попробуйте, даже у нас где-то на территории, попробуйте газ подвезти к дому. Кто это пытался, это тоже и свои проблемы, потому что там масса согласований. Это, казалось бы, газ. А тут газ высокого давления. То есть мы эти вопросы решили, когда мы решили с газом о переносе, тогда вот, когда уже было, вот, Илья, значит, Шелин сказал, директор АКБ, что с мая месяца приступили, когда у нас все вопросы были согласованы. Понятно, значит, мы приступили к фонтану, но фонтан сам по себе тоже не появился. Потому что все такие вопросы, которые связаны с обустройством, скажем, какой-то изюминкой, они требуют эти вопросы изучения, я говорю, мозговой атаки. Потому что даже любой человек, который занимался ремонтом квартиры, там где-то полы, обои, люстра, там в семьях доходит порой до скандала, потому что у всех свое мнение. И надо сделать лучше. Поэтому вот у меня есть коллеги, мы провели много таких мозговых атак, и мы выбрали фонтан, и выбрали группу, которую этот фонтан смонтировала. Мы определились, каким он должен быть. Я не хочу на себе, там, скажем, там, что-то говорить лишнее. Значит, я оцениваю, что фонтан, который мы поставили, нет ни одной территории в Московской области, которая могла бы там как-то, скажем, соперничать или конкурировать. Он, я оцениваю, один из лучших, потому что его диаметр там, значит, 16 метров, высота струй более 15 метров. То есть, там, света, значит, цвета, вот музыкальное сопровождение. Пока записано разных 12 песен, и суть в том, что в дневное время фонтан функционирует, ну, как обычный фонтан, да. А вот мы специально сделали где-то в 7, 8, 9, 10 вечера. Звучат, там, 3-4 песни, и я могу сказать, вот, кто бывает в парке, уже люди об этом знают, то в 7, 8 часов, там, каждый, там, час, вот, с 7 до 10, собираются люди, делают селфи, делают фотографии, поют, танцуют. Потому что, ну, жизнь, она как-то у нас сложена, что мы куда-то бежим, у нас времени нету, скажем, мы как-то где-то и мало общаемся. А тут появилась некая такая территория, как бы некая территория притяжения, где люди могут прийти, немножечко расслабиться, где-то повеселиться. И это, на самом деле, стало такой достопримечательностью Люберец. Поэтому это некое украшение сегодня, и стоит задача это все сохранить, оно должно быть функционировать. У нас есть огромная задача по развитию парков, я сейчас не буду, это можно на эту тему отдельную передачу посвятить. Мы сегодня делаем предпоектное решение, вот мы Люберецкий центральный парк обустроили, и был вопрос там по колесу обозрения, в Наташинском парке оно там будет обязательно, мы эту тему как-то там дожмем. У нас стоит задача в следующем году обустроить парк Малаховское озеро, мы сейчас вот приступаем к первому этапу, и там тоже будет своя зона прогулочная. Мы Малаховское озеро почистим, мы вошли в программу федеральную почистку Малаховского озера. Это Малаховское озеро, по моей памяти, как старожилы рассказывают, последний раз его числили в году, что там 60-е. И это некая изюминка, это некая история Люберецкого края. И я помню там и сам, я не знаю, там лет давно, мы купались в этом озере, но оно не было такой зоной отдыха, а мы это сделаем, и оно будет сделано, я скажу, по лучшим стандартам, что сегодня есть, включая там будет фонтан. Конечно, не такой, как у нас, там на озере мы фонтан поставим, он тоже будет украшение. Парк, мы занимаемся парком, и сегодня мы делаем предпроектное решение, все, что связано с парком в поселке Октябрьский. Это тоже будет своя такая зона отдыха, потому что я уже говорил о поселке Октябрьский. Он как бы у нас немножко на окраине, значит, Люберецкого городского округа, но там возник сегодня такой массив, застраивается поселок Мирный, возникает, по сути, новый город там, поэтому обустроим. У нас не так много водоемов, я уже сказал, Малаховское озеро, где можно купаться, этим надо заниматься, почистить, можно будет купаться. Значит, и есть водоем, это Кореневский карьер. И суть в том, мы тоже, сегодня есть предпроектное решение, мы сегодня в поиске денег, и мы тоже в следующем году должны приступить и к Кореневскому карьеру. И там будет и зона отдыха, и некая такая зона спорта на воде. То есть нас планов много, и эти вопросы, их надо просто, скажем, волевым решением внедрять, настоятельно как-то этими вопросами заниматься, потому что любой вопрос, который так или иначе связан с обустройством, с введением порядка, он требует определенных усилий, требует знаний и, конечно же, денег. Ну что ж, и сейчас наш эфир продолжает телезритель. До нас дозвонился Люберчанин, либо Люберченко, давайте заслушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. Алло, здравствуйте, меня зовут Владимир Алексеевич Еркашин. Проживаю я в городе Люберце по улице Молодежной. Владимир Террович, у нас меня к вам как к главе города нашего. Вы знаете, беда у нас творится постоянно в нашем районе, постоянно вывоз мусора. Данные, сейчас скажу вам, буквально неделю назад, дорогу нашу улицу Молодежной засыпали битым кирпичом. Такое ощущение, что просто где-то хручевку раздолбали, и весь мусор вывезли сюда. У нас постоянно здесь эти шашлыки, которые мусор оставляют за собой. Никто ничего не убирает. Мы уже периодически просто пишем в этот... ...задобродел. То есть, беда приходит, там убирает, все. Просто, Владимир Петрович, хотелось бы, чтобы прекратилось все это безобразие здесь. И обратите, пожалуйста, внимание на наши проблемы. Хорошо, Василий Алексеевич, спасибо за вопрос. Вопрос понятен. Я вам скажу, я благодарен многим жителям, и вам в том числе, кто активно как-то работает, помогает администрации. Потому что, ну, никакая администрация, ни один глава, скажем, в одиночку не справится с теми вопросами, которые есть на территории. Особенно содержание территории, особенно уборки территории, особенно вывоза мусора, навалового мусора. Потому что вы сказали, что кто-то вывалил там машину кирпича битого. Конечно, вывалил. И это кто-то вывалил или из наших, люберчан, либо кто-то проездом из Москвы или из других территорий. Потому что сегодня вот этот битый кирпич или какой-то мусор взять и завезти на свалку, надо платить деньги. Я даже могу допустить, так вот в эфире говорю, что кто-то взял деньги, скажем, за этот кирпич, за то, что он этот мусор отвезет на свалку. Деньги положил в карман, потому что на свалку надо отвезти и там деньги заплатить. И этот мусор вывалил, где ему захотелось. И понятно, деньги, скажем, у человека остались в кармане. Стоит задача, я ко всем обращаюсь. Если вы видите подобное безобразие, сегодня у всех есть телефоны, даже самый простенький телефон, он способен сделать фотографию. Фотографируйте. Я присутствую во всех сетях. Высылайте фотографии, обращайтесь к нам. У нас круглосуточно работает служба 112. И я сейчас не буду, у меня просто нет этой подборки, но мы целый ряд таких безобразий выловили. Заведена административка, штрафы. Некоторые вопросы находятся в судах, где мы, где жители фиксировали фотоаппаратом или телефоном эти машины время и час. Значит, мы с полицией, с прокуратурой эти вопросы отрабатываем, вылавливаем, наказываем. И таких безобразий у нас стало гораздо меньше, чем их было в прошлом году. Это тоже правда. Кто помнит, мы просто когда ввели, значит, вот эту систему вывоза мусора через оригинального оператора, то у нас январь, февраль, март, май, это было что-то, потому что у нас этот мусор валили и на трассах, и в каких-то опушках, и при заездах в лес. Мы выставляли патрули, я просил жителей. У нас была такая целая большая системная работа, у нас есть своя дружина, есть работника администрации, и мы ставили по трассам, чтобы они дежурили, я просил полицейских, чтобы вылавливали. Мы как-то с этим относительно справились. Конечно, что есть некие индивидуумы, я мягко скажу, которые продолжают этим баловаться. Наша задача их вылавливать, наказывать, призывать к порядку, будет работать закон и прокуратура. Смотришь, мы победим тех, кто балуется, я мягко скажу, другого я не скажу. И стоит задача, там где-то происходит, потому что в конечном итоге кто-то этот мусор вывалил, мы потом тратим деньги, силы, свое время, потому что у нас и много других задач есть, мы этот мусор берем, собираем и везем на свалку. И на свалке теперь уже муниципалитет платит. Поэтому желательно вылавливать и не допускать. Что ж, мы возвращаемся к теме благоустройства, и здесь нельзя не упомянуть о госпрограмме Московской области формирования современной комфортной городской среды, в рамках которой в августе открыли реконструированную пешеходную зону на улице Смирновская с установкой Стелла, а также по этой же программе проходит реконструкция улицы Звуковая. Вот расскажите, пожалуйста, об этих проектах. Есть программа тоже и в Российской Федерации, и у нас в Московской области в частности. Городская среда и Люберецкий городской округ входят во все эти программы. И если взять улицу Смирновская, обустройство улицы Смирновской, мы ввели это в свой план, и это пространство обустроили. Это съезда с Новоризанского шоссе, или мы говорим Урал-5, на улицу Смирновская, и все это пространство от Урал-5 до улицы Кирова обустроили. И я так думаю, что многие заметили, что появились и лавочки, и урны, и пешеходные дорожки, мы их вымыстили, и поставили фонари освещения, поставили Стеллу привезли в городе Люберцы, поэтому эта территория заиграла. У нас еще есть одна проблема, она решается очень сложно, потому что те, кто держит собак, они пишут по всем местам, ко мне обращаются, именно должны быть какие-то территории, зоны для выгула собак. И именно на улице Смирновской мы такую как бы выделили зону, оградили ее, и там сегодня появилась площадка для выгула собак. Я там несколько раз заезжал, там всегда 3-5 жителей со своими питомцами там как бы гуляют, они благодарят, потому что там есть такие, ну скажем, для собак определенные такие тренажеры, где они там могут с ними и повеселиться, и потренировать. И люди реально, они довольны, и как бы все счастливы, никто никому не мешает. Эта зона преобразилась, это нормально. Если мы возьмем улицу уже Звуковая, то мы проект по улице Звуковой сделали, наверное, еще года два назад. В прошлом году мы ее окончательно как бы утвердили, мы провели экспертизу, и сегодня цена вопроса ни много ни мало, 103 миллиона, деньги бюджетные, идут с федерального бюджета, с областного и с муниципалитета. И эта улица будет обустроена, будем говорить, от администрации до Октябрьского проспекта, и от улицы Смирновская вдоль первой школы до стадиона. И это пространство, оно заиграет совершенно по-новому, потому что, ну, мы же видим, как преобразилась Москва. И Москва преобразилась, я же сегодня называю деньги, совершенно другие возможности, потому что это столица нашей Родины, и мы никогда, я уже извиняюсь, не плачем, не стонем, что у нас нет денег. У нас есть деньги те, которые есть, и мы пытаемся, стремимся, стараемся максимально их правильно, грамотно использовать. Поэтому вот это пространство заиграет, я почему говорю о Москве, потому что, ну, вибричане говорят, мы тоже Москва, мы хотим, как в Москве. И я только за, и мы как бы стараемся, стремимся, и это пространство заиграет, потому что появятся пешеходные зоны, они будут обустроены, фонари освещения, появятся скамейки, лавочки для отдыха. То есть это совершенно будет другое пространство, потому что именно через это пространство будут люди дальше ходить в центральный парк, который тоже преобразился. То есть мы, конечно, будут у нас деньги, а мы, возможно, если бы нашли бы, мы бы обустроили это пространство, как сегодня в центральном парке, или как мы обустроим звуководию, все любятся, все поселки. Но у нас денег столько есть, столько есть, и мы стремимся ежегодно по крупицам, очень пошагово, планово, да, последовательно решать эти вопросы. И что бы кто ни говорил, да, сложно, да, непросто, но я думаю, что всем заметно, что улучшение идет, и я думаю, что мы, я оцениваю, где-то к 20-м числам октября мы должны завершить вот звуковую, ну, до конца октября это 100%. Это пространство заиграет совершенно другими красками. Что ж, сейчас я предлагаю затронуть еще одну важную тему. Это ремонт дорог. Она касается каждого, будь ты за рулем или просто пассажир. Уже несколько лет дороги в округе стремительными темпами приводят в порядок. И как уже отчитались дорожные службы, планы по ремонту дорог в 2019 году выполнены. Это действительно так? Да, ну, мы же ежегодно планируем и ставим некую программу ремонта дорог. Мы, я хочу об этом еще раз сказать, неважно, мы дворы обустраиваем, мы дома ремонтируем, подъезды мы обустраиваем или ремонтируем, в том числе и дороги. Мы все эти вопросы ставим себе в план и в работу при одном условии, когда жители, скажем, то ли они обращаются к нам в администрацию, то ли в Добродел, то ли напрямую к губернатору. Мы эти все вопросы анализируем, как бы мы их делаем некую статистику, и потом на основании обращений стремимся, чтобы эти вопросы вошли в некий план. Поэтому, исходя из того, что жители обращаются по тем или иным дорогам, в том числе у нас здесь проходит голосование на портале Добродел, в том числе мы очень плотно работаем с нашим ГАИ районным, в том числе работает общественная палата, депутатский корпус, и мы стремимся набрать именно тот перечень дорог, по которым идет максимальное количество жалоб. Поэтому у нас было в планах 41 дорога. Все эти вопросы были тоже завершены где-то 27-28 августа. Мы все дороги завершили. Сейчас идет тоже процедура оформления. Более того, есть структура, называется Лаблодор, это дорожная лаборатория, которая делает анализы с точки зрения качества приведенных работ. И это отслеживается и во время укладки асфальтового покрытия, потом делается анализ, делается заключение, подписываются акты. Мы стремимся к этой работе привлечь и наших активных жителей. Каждая дорога принимается. Потом гарантия 3 года. Поэтому эти вопросы мы завершили. Более того, мы наряду с дорогами было включено также в программу по обустройству, ремонту порядка 8 тротуаров, прилегающих к этим дорогам. Поэтому там, где были проблемы по тротуарам, мы их тоже отремонтировали. Поэтому более того, я скажу, мы ставим задачу, чтобы так называемых ям на дорогах не было. Это своя проблема. Поэтому мы не отчитываемся, я как бы себе говорю и своим коллегам, о количестве там заделанных ям. Не надо этим гордиться. У нас ям не должно быть на дорогах. И с этой проблемой мы, я оцениваю, в целом тоже справляемся. Хотя нас критикуют, потому что иногда не все гладко получается по ремонту ям во дворах. За это отвечают управляющие компании. Все управляющие компании разные. Поэтому мы сегодня управляющие компании рейтингуем. Те, которые не вписываются в наши требования, я это публично говорю, мы будем, по крайней мере, стремиться и ходатайствовать о лишении лицензии этих управляющих компаний. Потому что житель, который проживает в Люберцах, либо там в Томилино-Малаховке, его не интересует чья-то дорога. И за нее отвечает управляющая компания, либо там глава. Жителю интересует, чтобы ям на дороге не было. Там просто не было ям. Хоть во дворе, хоть на дороге. Поэтому наша задача, я своим коллегам говорю, мы не ремонтируем ямы, мы не асфальтируем дороги. Наша задача, как администрация, организовать работу, чтобы дороги ремонтировались, чтобы ям не было. Это задача администрации. Людям судить, насколько мы с этим справляемся, но эта работа сегодня ведется. По дорогам, я уже сказал, мы завершили досрочно, хотя по всем там программам и так далее, дороги надо завершить по программам до конца сентября месяца, ну, скажем, до начала, по крайней мере, зимы или октября месяца уже снег идет, и кто, нельзя в снег. Мы в этом году завершили, повторяю, к концу августа. Раньше. Владимир Петрович, вы сейчас рассказали о ремонте муниципальных дорог, но на дорогах областного, федерального значения тоже сейчас проходят масштабные работы. Впереди еще реконструкция Октябрьского проспекта. Полным ходом идут работы на участке трассы М5 Урал, на Зенинском шоссе. И, конечно, планы грандиозные, но, тем не менее, жители беспокоят, что это принесет за собой, конечно, много неудобств. К чему готовиться? Какие работы? Я скажу, что кто ни говорил, надо готовиться, чтобы все будет хорошо. И тогда все будет точно хорошо. Поэтому сегодня много всяких есть и разговоров, и спекуляций, в том числе, по расширению Октябрьского проспекта. Сейчас четыре полосы, будет шесть. Пройдет эстакада от Вечного огня до, по сути, до кинотеатра Октябрь. Эстакада пройдет, она пройдет над двумя такими перекрестками. Это съезд с Комсомольского проспекта и улица Смирновская, которая пронизывает Октябрьский проспект. То есть мы уходим от светофоров, будут подземные переходы. И у нас есть первый этап, это строительство такой большой эстакады. И планируется эту эстакаду завершить в 2022 году. Но это первый этап. А всего там пять этапов, самых разных, включая, что там будет и ливневая канализация, и восемь подземных переходов, и самый последний этап, он завершится в 2025 году. Это расширение мостом, через, ну, мальчиками говорим, это мост, скажем, который, скажем, рядом со стадионом Торпеда. Люберчане об этом знают, поэтому это уже будет последний пятый этап. И таким образом, вся эта трасса будет шесть полос Октябрьский проспект, средняя скорость расчетная расчетная в 80 километров в час. Значит, и все вот эти процедуры позволят увеличить пропускную способность на 35 процентов. То есть пробок не должно быть вообще. Все будет лететь. Но при одном условии, что в том числе будет расширение Урал-5, Новоризанского шоссе, дорога пойдет в обход поселка Октябрьский. Значит, все эти вопросы связаны с расширением Урал-5, с обходом вокруг поселка Октябрьским, со строительством моста через Москва-реку. Это дорогие, дорогое удовольствие. Эта программа, эта президентская программа, Андрей Ильич Воробьев, лично по этим вопросам, был у президента Российской Федерации, подписал соответствующие письма. Есть соответствующие постановления правительства Российской Федерации по именно расширению обхода поселка Октябрьский, пошутранца федеральная. И эта работа будет завершена в 2023 году. Вот эта работа, которая будет проделана, это будет совершенно другое движение. И в Люберцах, и на Урал-5 другого пути нет. Ну и сегодня есть проблема, вы об этом сказали, это Зенинское шоссе. Да, Зенинское шоссе, оно связывает, будем говорить, железнодорожный, там вот эти деревни Марусино, Машково и так далее. И мимо микрорайона самолет, который застраивается, и уходит в Москву. Да, есть проблемы, появился микрорайон, там Марусино и железнодорожные застраиваются, и потоки транспорта огромные, и пробки. Поэтому в этом году значит принято решение и планируется где-то до конца ноября месяца завершить эти работы по расширению Зенинского шоссе до четырех полос с устройством мостового сооружения, по сути строительством моста через реку Пихорка. И это тоже, как бы, эти вопросы решены, это непростые. В принципе, чтобы тоже наши люди и жители знали, были планы эту работу завершить к первому сентября. Когда начали работать и, скажем, готовить, скажем, для укладки асфальта вот эту дорогу нынешнюю Зенинское шоссе, дорожники столкнулись с тем, что под полотном дороги, где залегало расширение дороги, огромная свалка там на глубину несколько метров, и никто на свалке не делает. Поэтому именно дорожники потеряли там несколько месяцев, они просто вывозят свалку, просто выкапывают свалку, вывозят то, что там накидали в землю в свое время, уже теперь на такую свалку, которая реально там свалка, и перерабатывают эти все отходы, а все это засыпается песком. Поэтому это и удорожание, и, скажем, сорванные сроки, потому что многие считают, что это там что-то нерадивость, или там, как в народе говорят, бестолковость, то есть кто-то обещает и не делает. Бывает ситуация, вот начали работать, и вскрылась вот такая... Да, есть объективные причины. Да, и в силу того, что по свалке никто дороги не делает, потому что она провалится, и потом еще будут жалобы, что ей по дороге сделали, а она не рабочая и так далее. Поэтому тоже эти работы должны завершиться к концу ноября месяца, и тоже там пойдет другое совершенное движение. Хорошо, спасибо. Наш прямой эфир продолжает звонок телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Добрый вечер, меня зовут Зоя. Я бы хотела задать вопрос Владимиру Петровичу. Мы проживаем в поселке Коренева, улица Лорха, дом 10. С 13 августа текущего года у нас незапланированно отключили горячую воду. Сначала нам сообщили, что это профработы, но в итоге оказалось, что котельная обанкротилась, ее выставили на торги, и когда будет решена наша проблема, какой котельный нас будут подключать, неизвестно. Мы отключены от отопления. Вот сегодня нам дали горячую воду, нас подключили к Люберецкой теплосети, она идет ржавая, и, насколько мы понимаем, она временная, ну, то есть это временное решение. Глава поселка не озвучивает нам четкого решения, какие дальше будут действия, когда решится наш вопрос, и будет ли все в порядке с водой всегда, либо будет какое-то другое действие предприняться. То есть мы вообще в неведении находимся. Да, я в курсе этой темы. Вопрос есть. Мы данный вопрос вынесли на комиссию по чрезвычайным ситуациям. Она пройдет у меня в понедельник. Как правило, в состав комиссии входят, естественно, работники прокуратуры и управления внутренних дел или другие должностные лица. Да, значит, на сегодняшний день то предприятие, оно банкрот, и если мы воду завели от сети, от сети теплосети, и понятно, что трубы там старые или ржавые, должно какое-то время, ну, я уже извиняюсь, как-то промыть, и у вас с водой будет все нормально. Что касается тепла, то, понятно, МО6 и котельной теплосети не хватает. Эта тема будет решена. У нас разные варианты. Либо мы через КЧС и заберем эту котельную в аренду и так далее, и будем ее эксплуатировать, и пройдем отопительный период, либо будут другие решения приняты. Они есть, я не буду, скажем, эти все технические вопросы здесь поднимать, но дом, жилой дом никто не оставит без тепла, без воды этого не будет, поэтому мы воду горячую дали, а тепло, по сути, тема решена, есть разные варианты, какие будут решения. Ну, это будет известно в ближайшую неделю. Спасибо. Я напоминаю, это программа «Диалог с главой». Мы в прямом эфире, и сегодня вы, уважаемые телезрители, можете задавать свои вопросы по телефону нашей студии 8-498-642-19-52 и 8-498-642-19-50. Кроме того, ваши вопросы вы можете оставлять на сайте нашего телеканала www.lrt.tv в разделе «Прямой эфир». Ну что ж, мы обсудили и выяснили, что дворы у нас благоустраивают, дороги ремонтируют, строят новые школы и детские сады, но все-таки, и, конечно, этим можно и нужно гордиться, но так или иначе, комфортная среда – это не только то, что я сейчас перечислила, это еще и формирование благоприятной атмосферы в области культуры. И в этой связи необходимо вспомнить об одном уникальном проекте, который проходил в округе вот три летних месяца. Я говорю о конкурсе «Люберецкая супербабушка-2019». Надо сказать, что для участниц этого конкурса была организована такая насыщенная программа. Они побывали на люберецких предприятиях, а также побывали в Ярославле. И вот вчера прошел финал этого конкурса. Давайте посмотрим сюжет. Хорошо. Пекут пирожки, как шеф-повар, вяжут самые теплые носки и имеют разряд по воспитанию внуков. Такие они участницы состязания «Люберецкая супербабушка». Не надо стесняться. Так это весной решили 30 люберчанок и бросились в конкурсный марафон. Это очень важный сейчас конкурс, потому что у нас женщины, они так раскрываются, они так волнуются, и они хотят показать все, что они умеют. И чему они могут научить своих внуков, а, соответственно, и всех нас. Люберецкие супербабушки крепко держат спицы в руках. Доказали это на фабрике «Пихорский текстиль». За вязанием участницы конкурса познакомились с соперницами, узнали, как создается пряжа и сплели ее в замысловатые узоры. Закрепили знакомство за чаепитием в картинной галерее. Заодно похвастались кулинарным мастерством. Аппетитные пирожные, пироги и торты – все приготовлено заботливыми руками люберецких супербабушек. Лакомствами собственного приготовления они угостили главу округа Владимира Ружицкого. Удивили его и вокальным талантом. «Жизнь подружинки лишь только начинается. Нас корабль ждет, и на волнах качается. Все нам с вами в этой жизни интересненько. И поэтому поем мы эти песенки». Это путь. Это путь, в котором мы вместе. Ведь человек, его отличает от всех животных, это общение. И здесь на самом деле настолько творческие, настолько талантливые, жизнелюбивые люди, что это просто очень приятно видеть. Подсмотреть идеи для своих кулинарных шедевров супербабушки смогли в Ярославле. На гастрономический фестиваль «Пир на Волге» они отправились прямиком из-за праздничного стола. Смогли и на других посмотреть и себя показать. Успели и отдохнуть на полную катушку. Люберецкие супербабушки на то и с приставкой «Супер». «Люберцы привет из Ярославля!» Люберецким супербабушкам по плечу путешествие на звезду. В скафандры облачаться не пришлось. На одежду космонавтов участницы конкурса посмотрели со стороны. Космосу люберчанки стали ближе благодаря экскурсоводам музея завода «Звезда». «Мы жители, земляки, и у нас вот такое здесь делается. Нам это гордо. И вообще хорошо, конечно, узнать, что здесь сделали космонавтам и скафандры, и костюмы». Из космического путешествия на Землю супербабушек вернул финал конкурса. И вот участницы дефилируют по сцене Люберецкого дворца культуры. Как истинные леди демонстрируют свои наряды. Деловой, вечерний, дачный и домашний. Последний день конкурса стал праздником красоты и стиля. Еще одно впечатление в копилке эмоций Люберецких супербабушек. Браво, браво, браво! Вот они они! Вот наши красавицы! Ну, конечно, и сам конкурс, и сами участницы впечатляют. Прекрасные женщины, удивительные по-своему. А вообще, почему решили провести этот конкурс? Ну, вы знаете, я даже не могу сказать, почему решили провести, потому что я не... Это не моя идея, скажу так. И я просто... Мне поставили в известность, что это есть. А это придумали сами женщины, союз женщин Подмосковья, наше отделение. Как-то между собой они поговорили. Я оцениваю, что у нас очень такая мощная ассоциация, объединение женщин Подмосковья, именно по-люберцам, вот, и Береховых, и Елена тут, она как бы и говорила, она стояла у истоков организации этой организации. Организация этой организации, да? Организация, да. И придумали, меня как бы пригласили, я с удовольствием пришел. Вы пообщались с этими супербабушками? Конечно. Вот что, по-вашему, их объединяет все-таки? Я вам скажу, вот, наверное, вот такой молодецкий, может быть, азарт, вот такой бойцовский характер. Это такое слово, бабушка, оно им не подходит, потому что это молодые женщины, которые рвутся в бой, которые думают о семье, о себе, о детях, внуках. Им не сидится. То есть это не те люди, которые где-то, им охота где-то посидеть или полежать. Это все девчонки, их называют в движении. И они все мастерицы. Кто-то кудесник там с точки зрения приготовления чего-то. Кто-то там что-то вяжет. Есть поют, есть песни пишут. Есть пишут картины. Я вот был, они меня пригласили в нашу картину, к галерею. Там выставка картин, всяких поделок. То есть эти люди, которые запредельно неравнодушные, запредельно активны. Им этого пространства, которое там они чем-то занимаются, кто-то даже на пенсии. Им мало, им чего-то не хватает. Им нужно общаться, им нужно себя куда-то там, чтобы и выйти, и поговорить. Они хотят быть востребованы. Это очень важно, потому что любой человек, каким он ни был, когда он чувствует, что он нужен, он востребован, не только у себя дома, в семье, когда нужно там, не знаю, пирожки приготовить, а где-то немножко по-другому на жизнь взглянуть. Себя подать, других организовать. Вот эти все девушки, мы их называем супер бабушки, они именно все такие. И вот вчера прошел как бы такой заключительный этап, это финал. И в финал вышла 21 такая, я бы сказал, супермодель бабушек. И они зажигали, зал был в восторге, стояло веселье. Я даже говорил с трибуны, что, наверное, зал ДК, он, наверное, мал, потому что надо как-то и побольше приглашать вот таких, чтобы люди участвовали в супер бабушках, но они настолько сделали красивую подачу, это и концертная программа, и подача самих себя, и такие интересные некие номера, что, ну, зал, он иногда, я извиняюсь, такое слово употребляю, визжал от восторга, были отборные аплодисменты, и я там почти полтора часа получаешь удовольствие, наслаждаешься вот тем, что происходит на сцене. Это очень хорошо. Они в тонусе определенном, потому что они, понятно, не готовились, они проявили некие такие качества, многие же я сговорил, сомнения идти, не идти, заниматься, не заниматься, потому что надо над костюмом думать, как подать, думать. У них были репетиции, тренировки. Да, они на то время, какое-то время потратили, но они доставили удовольствие себе, нам, и они внутри себя сдружились, они много чего взяли друг от друга. Это очень хорошо. Ведь суть в том, что мы говорим, да, Люберецкий край там, самый лучший, это самая лучшая территория, это территория спорта, у нас самые лучшие жители, они самые профессиональные, они интеллектуальные. Это правда, но это правда тогда, когда вот подобное действие происходит, когда такие люди вовлечены в эти процессы, и вот эти люди поездили по нашим предприятиям, доехали до Ярославля, они показали, что есть Люберцы, значит, в том же Ярославле, и они отдохнули, но она же узнали и на других территориях, что мы себе представляем. Это важно. Я им просто благодарен, что все-таки они немножечко, ну, взрыхлили это пространство, и я надеюсь, что в перспективе это станет хорошей традицией. Ну, при таком раскладе, наверное, нужно еще провести конкурсы супердедушка, чтобы доктору навесить. Ну, это, если будут такие предложения, желающие, то тоже, да, будем помогать, организовать. Владимир Петрович, но конкурс все-таки Люберецкая супербабушка 2019 еще не завершился. Да, ну, мы планируем, значит, жюри есть. Не победительница еще так и не прозвучит. Да, жюри мы планируем именно День города, у нас 7 сентября, это будет суббота, у нас была есть программа, и будет торжественно объявлена победительница супербабушка 2019. Вот кроме этого события, что еще будет представлено Люберчанам в День города? Ну, у нас обширная программа, мы же это же делаем не первый год, у нас тоже и традиции, они уходят вглубь, и мы с каждым годом совершенствуемся, и в этом году будет много всего нового, и у нас программа начинается в 10 утра прямо со стадиона Торпеда, это такая будет и общая там гимнастика, физкультура, некое спортивное мероприятие, будет флешмоб, это такое как бы модно, где молодежь занимается этим управлением спорта Люберецкого городского округа, будет более 5 тысяч ребят, которые будут совершать некие действия, и мы сегодня, техника позволяет, это все будет представлено в социальных сетях, в ютубе, потому что мы можем много говорить о Люберцах, но когда это сопровождается определенными действиями, это совершенно по-другому воспринимается, поэтому начало в 10, я уже сказал, и флешмоб, и спортивные мероприятия, и в процессе дня будут реализованы всевозможные постоянно действующие разные выставки и наших промышленных предприятий, и наших бизнес-сообществ, впоследствии, в час дня мы планируем именно в парковой зоне такая торжественная часть открытия дня города, где всегда всегда было, и в этом году будет своя изюминка, где будет, кроме торжественной части, понятно, что к нам приедут люди, наши гости, поздравления, как правило, собираются жители, это несколько тысяч человек, я не говорю, что вечером происходит, потому что вечером, я чуть позже остановлюсь, это другая совершенно атмосфера, тут собирается тысяч 15-20 народа, и это, потому что мы думаем о концертной программе, это все будет весело достаточно, поэтому в час начала такой программы, а дальше будет концерт, у нас есть партнерство, и есть полное взаимопонимание с корпорацией вертолета России, это наша гордость, потому что корпорация вертолета России базируется у нас, в городском округе Любрица, и везде говорю, что первые вертолеты взмыли в небо именно на Любрицкой земле, и две корпорации, именно наука, все, что связано с научно-техническим прогрессом в области вертолета строения, это Любрица, это всем известно, и так далее, поэтому где-то в районе часа, начало второго, свои искусства покажут вертолетчики, это тоже уже наша традиция, но о последствии, повторяю, концертной программе и так далее, все будет весело, это все будет в районе нашего фонтана, будет сцена установлена и так далее, и в заключении в 21 будет праздничный салют, но повторяю, с часа до 21 это постоянно действующие выставки, это постоянно действующие мероприятия, это постоянный концерт на сцене, то есть это будет такая, как молодежь, движуха, потому что это день города, это такой всеобщий день рождения, я оцениваю, что так должно быть, потому что у нас город с традициями, я не боюсь этого слова, здесь собраны сами замечательные люди, не за то, что они замечательные, история такова, потому что в прошлом это был такой сгусток науки, техники, промышленности, но все время было и сельское хозяйство, потому что Люберинский район был немножко другой, кто постарше тот знает, что тут было, тихонечко нас как бы обрезали, но история осталась, люди остались, мы сегодня по количеству малых, средних предприятий, мы находимся в тройке лидеров, хотя у нас территория, скажем, одна из самых маленьких, мы по населению там входим там третьи, пятые в Московской области, но с точки зрения развития среднего и малого предпринимательства мы в тройке лидеров и это позволяет тому, что у нас есть постоянно какое-то движение с точки зрения развития малого и среднего предпринимательства, с точки зрения создания новых рабочих мест и в этом плане есть движение, поэтому именно в этот день мы в день города мы говорим об этом, мы говорим спасибо тем людям, которые проживают на территории такого Люберецкого края замечательного, потому что у нас есть Есть недостатки, мы о них знаем. Но если мы будем все время голову посыпать пеплом, ничего хорошего не получится. Поэтому мы должны знать, что мы очень хорошие, мы лучшие, люди у нас самые лучшие, край у нас такой люберецкий, наши поселки, это легкие Москвы, это зеленые зоны, это парковые территории. Поэтому мы просто должны этим гордиться и в такой, скажем, праздничный день сказать друг другу спасибо, двигаться дальше вместе, сообща, и наш край только будет преображаться к лучшему. Это такая маленькая задача, но это есть возможность просто порадоваться жизни. Спасибо вам, Владимир Петрович. Друзья, с наступающим днем города и городского округа Люберц. И я всех приглашаю, кто нас слышит. Я думаю, те, кто придут, они точно не пожалеют. Действительно. Потом всех приглашают. Все приглашаются. Отдыхайте. И самых ярких вам впечатлений. Это был диалог с главой. Спасибо вам за внимание и проявленный интерес. Всего доброго. Спасибо, всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!